Поехали! Примерно полгода назад я обещала правду, а Марана исполняет обещание. В этом видео ты узнаешь, какой все-таки формы наша Земля, что такое космос, что такое Бог, что такое человек и зачем мы живем. И после просмотра этого видео ты узнаешь правду и поверишь в Бога, что есть правда. Этот вопрос логически приводит к тому, субъективна реальность или объективна. Потому как если она субъективна, то мое тело — это очки виртуальной реальности. И если я закрою глаза и перестану думать, то весь мир и ты исчезнешь. А если она объективна, то нам нужен объективный критерий правды. Итак, эта стена черная. Я лгу. Эта стена белая. Я говорю правду. Правда по своей природе должна быть проста и понятна даже ребенку. Это и отличает ее от лжи. Что ложь может быть сказана красиво, завернута в очень сложную обертку, напичкана разными псевдонаучными терминами. Но правда, правда всегда проста и всегда лежит на поверхности. И я прекрасно отдаю себе отчет в том, что это правда болезненно, чертовски болезненно. Вся твоя жизнь и моя тоже прошла по большей части в пустую. И я объясню почему. То, что мы называем планетой Земля — это террариум. Это человеческая ферма. Я выражаюсь не фигурально. Я выражаюсь не метафорами. Я говорю прямо. Мы — это чья-то ферма. Вопрос, зачем ты живешь? Чтобы быть дойной коровой или быть свободным человеком? Нам не зря так долго впаривали, что Земля круглая, что есть некий космос. Самая глобальная ложь — это устройство нашей Вселенной. И у этого есть веская причина. Не просто так от тебя скрывали то, что Земля, блин, это плоский диск. Чтобы воспринять адекватно, то есть трезво, критически всю информацию об устройстве нашей Вселенной, тебе придется перелопатить или горы литературы, или просто отключить свой так называемый ум, разум, интеллект, который уже сослужил тебе прекрасную службу в течение твоей жизни, то есть поддерживает тебя и твою жизнедеятельность в качестве дойной коровы. Или поверить мне. В любом случае ссылки на вспомогательные материалы я оставлю в описании. Итак, место, где мы живем — это террариум, это человеческая ферма в прямом смысле этого слова. Таким, как я и ты создали все условия для существования, размножения с мизерным шансом на развитие. И то, что я снимаю это видео, то, что меня еще не убили, то, что ты имеешь возможность это смотреть, доказывать то, что все-таки маленький шанс для развития у нас есть. Прежде чем я расскажу, как устроена наша Вселенная, тебе нужно пройти тест на трезвость. Тест на трезвость будет следующий. Я буду говорить фразы, и если они у тебя вызывают сомнения, значит, ты еще пьяный. Если же ты понимаешь, как устроена эта система, то следующие фразы не вызовут у тебя удивления. И я тебя поздравляю, ты один из немногих трезвых в мире вечно пьяных людей. Первое. Мифология — это наша реальная история. Говоря «мы», я имею в виду всех существ, обладающих сознанием. Эпосы, сказки, легенды, предания — все это реальные описания реальных событий и реальных существ. Да, да, все именно так и интересно в нашем мире. Просто мы живем засраным железным занавесом. То, что мы называем архетипами, — это реальные описания реальных вещей. Титаны, гиганты, разные интересные чудовища, типа Ктулуху или Левиафана. А, кстати, еще эльфы и гномы — это реальные существа. Реальные существа, которых можно увидеть в нашем мире. Да, представляешь? Но об этом позже. Сначала тест на трезвость. Все уже случилось. Мы живем в постапокалиптическом мире. Ядерный удар по нам уже произвели. Библейский потоп был примерно 200 лет назад. Да и вообще вся цивилизация, которую мы знаем на сегодняшний день, возрастом не больше 200 лет. Все природные явления, чудеса природы, так называемые горы, курганы, вулканы, и прочая фигня — это все искусственные, скорее всего, рукотворные творения. Такое понятие, как природное явление, вообще не существует. Особенно нам будут интересны столовые горы, такие как Рорайма, огромное чудо природы, которое нам впаривают, как какое-то плато, которое само собой образовалось. Еще раз повторю, у нас нет на Земле природных явлений. Например, Большой каньон — это просто отработанный карьер со следами роторных экскаваторов. До нашей углеродной эры была Кремниевая эра. У нас была такая красота, как в Аватаре. Огромные деревья, животные. И то, что мы имеем на сегодняшний день, я имею в виду в принципе в мире, это всего лишь остатки Кремниевой эры. До этого додумалась не я, ссылки в описании. Далее, все катаклизмы, стихийные бедствия и повседневная погода искусственно созданы. И создаются каждый день искусственно. Да, все тайфуны, ураганы, цунами и прочая фигня — все это создано искусственно. Дальше. Стран не существует. Я еще раз повторяю, стран не существует. У нас есть одна страна, наш террариум, точнее. Все условные разделения на страны, континенты, границы — это ложь. Ложь, которая поддерживает теорию шарообразной Земли. Если для тебя это новость, и ты спросишь, а почему же тогда не сделать одну большую страну? Зачем же тогда нас разделили на страны? Я тебе объясню. Чтобы поддержать иллюзию, что мы изолированы, что мы одиноки. Разделяй властвуй. А все законы придумываются только для, внимание, более эффективного получения человеческого ресурса. Я еще раз повторяю, мы дойные коровы. Плевать всем на то, как мы себя чувствуем. Все законы, права и свободы, конституции разных стран были придуманы только для более эффективного получения человеческого ресурса. Все теракты, революции, перевороты — это спланированные акции. Иногда нужно убить нескольких зайцев сразу. Иногда нужно создать у народа иллюзию свободы, иллюзию того, что они могут хоть на что-то влиять. В любом случае, все это проходит по сценарию. Все социальные институты, система образования, система здравоохранения — все это направлено на то, чтобы наиболее эффективно получить человеческий ресурс. «Ты раб, мы рабы». Это не фигуральное выражение. Раб должен жить плохо и недолго. У раба постоянно должны быть проблемы. У него должна создаваться иллюзия о том, что о нем заботятся. На самом деле вся система направлена на то, чтобы ты зализывал раны. Все. Тебе добра не желают. Тебе развитие не желают. Понимаешь? Если я скажу, что роддомы были построены только для сбора плацент и эмбрионов. Охренеть, да? Вот и я думаю, охренеть. Система здравоохранения — это система, которая направлена на борьбу с симптомами. Симптомы того, что ты загибаешься в этой системе каждый божий день. Но чтобы ты этого не замечал, тебя кормят обезболивающими в виде наркотиков. Под наркотиками я подразумеваю, конечно же, еду. Дальше. Деньги. Что такое деньги? Деньги — это инструмент, призванный создать у раба иллюзию свободы. Пойми, стягать тебя плетью постоянно и заставлять работать — это энергозатратно. Гораздо проще дать тебе фантики, чтобы ты сам бежал за ними, чтобы ты сам готов был мать родную продать ради этих купюр. Что является хранилищными записями и долговыми расписками на самом деле. Следующий пункт нашего теста на трезвое средство массовой информации. Я думаю, что это инструмент, который призван формировать у раба вкусы, предпочтения, оказывать локальное влияние на разные группы населения и, естественно, поддерживать иллюзию круглой земли. Это важно, держи мысль. То даже медиа-культура, все фантастические фильмы сейчас снимаются в основном для высмеивания реального положения вещей. Потому что правду ее не нужно засекречивать. Правду достаточно высмеять и обесценить. Как говорят, соль — белая смерть, сахар — белая смерть. И все едят. Ха-ха. Поздравляю, вы все сидите на наркоте. На тяжелой наркоте. Дальше. Любая существующая религия — это не просто инструмент управления. Это еще и мощный инструмент, призванный обесценить в человеке идею Бога, Создателя. Задумайтесь. Религия была создана только для того, чтобы дискредитировать идею о Создателе. Для того, чтобы у людей, более-менее проснувшихся, создалось отвращение к Творцу. Это важно. И, конечно, псевдоинсайдерские эзотерические учения, дающие иллюзию просветления, именно иллюзию, создают, опять же, у более-менее проснувшихся, типа, сыроедов, шанс, опять же, в голове, шанс на то, что они выберутся из этой системы. То есть они понимают, что винтиками они уже быть не смогут. Они не смогут быть в стадии тупых баранов, но им нужен стимул. Им нужно что-то, ради чего они будут просыпаться каждый день. И просветление прекрасный стимул. Я сама очень долгое время была подвержена влиянию различных учений а-ля буддизм, даосизм и так далее. И я действительно считала, что я могу достичь какой-то нирваны. А оказалось, всё гораздо круче. И последний пункт в нашем тесте на трезвость, он самый, скажем так, тяжёлый будет для людей, которые обладают критическим мышлением, потому что они все на него опираются. Наука. Наука на сегодняшний день – это самое мощное средство дезинформации. Формирование ложных представлений об обществе, о законах природы, о Вселенной, о том, кто есть человек, о том, как нам жить, как функционирует этот мир. Это ложь. Единственная цель научного сообщества сегодня – это дезинформация. Все научные достижения контролируются. Вы ничего не создадите, если это не будет выгодно кому? Глобальному предиктору. Да, он существует. Большой брат существует, он гораздо больше, чем мы можем себе представить. Террариум Земля – вообще интересное место. И никто вам никогда не позволил бы сделать открытие, которое бы послужило именно во благо человечества. Нет. Нам позволяют открывать только то, что будет служить для эффективного сбора человеческого ресурса. Итак, тест на трезвость закончен. И если что-то из вышесказанного вызывает у тебя сомнения, или ты считаешь, что все на самом деле не так, и как-то на самом деле можно жить по-другому, или заработать кучу денег, и ты выйдешь из этой системы, или можно стать монахом и тоже выйти из этой системы. Нет. Значит, ты еще пьяный, иди по ссылкам ниже и учи матчасть. А мы переходим к самому интересному. Сейчас конец августа 2016 года. И официальная наука гласит о том, что мы живем на поверхности шарика, который висит в холодном космосе, где как бы такое вот ничего. То есть в этом ничего висит наша галактика, и планета находится в этой галактике, и вращается вокруг какого-то огромного Солнца. Никакого космоса не существует. Убери из головы вообще это понятие. Космос — это то же самое, что сказать абракадабра. Нет никакого космоса. Это вымышленное понятие. Это ложь. И понятие планета тоже ложь. Дальше поймешь почему. Начнем с истории. Первые карты шарообразной Земли, которые нам втюхивали в общество потихоньку, имели очень интересное название. Такие как «Орбис терарум нова э аккуратисима табула», что переводится как «Точная и новая карта круглой страны». Дальше. «Типус орбис терарум». «Модель круглой страны». «Модель круглой страны». Ты знаешь, вот этот, кто написал эту фразу, на Бога уповаем, с логотипом глаза, даже, видимо, не стесняется называть нас террариумом. «Модель круглой Земли» — это главный рычаг управления, призванный внушить нам, что мы изолированы, чтобы создать у нас в сознании железный занавес. «Мы не одиноки, у нас много соседей над нами, под нами, вокруг нас». «Какую форму имеет Земля, планета Земля?» Вопрос задан неверно. Сам вопрос предполагает ложь. Потому что, во-первых, нет никакой планеты, во-вторых, абсолютно не важно, какой она формы. Гораздо важнее, где она находится, кем была создана и что с этим всем делать. То, что у террариума Земля есть крышка, то есть купол, уже ни для кого не секрет. Об этом говорится в первой главе «Бытия», то, что называется «Небесная твердь», вполне оправдывает свое название. Поэтому все наши попытки вырваться наружу больше напоминают муху, которая бьется о стекло. «Предиктор» ни одну часть мира так не защищает, как Антарктиду. А почему? Почему нам соврали о том, что мы живем на шарике, и почему никто не пускает нас ни в Арктику, ни в Антарктику? Ты знаешь, что существует такой договор об Антарктике, который подписало очень много стран? Он подразумевает демилитаризацию района Антарктиды и использование его исключительно в мирных целях. И на это тоже есть своя причина. Все-таки дам маленькую подсказку. Поверхность Земли действительно имеет форму диска. Помнишь, о чем я говорила вначале? Мифология – это наша реальная история. И тут работает прекрасный принцип. Если ты хочешь что-то спрятать, тебе не нужно это засекречивать. Просто положи это на поверхность, и никто не увидит. Этим пользуются все фокусники, карманники. Соня – это человеку под носом никогда в жизни не догадается, что это правда. А лучше обесценить это и высмеять, и превратить в мифологию, например. А теперь перейдем к нашей реальной истории. И мне очень нравится скандинавская мифология. Поэтому я буду использовать ее терминологию. В центре мира растет самый большой ясень и гадроссель. Зеленые ветки его раскинулись необычайно широко. Там, где заканчиваются ветки, край Вселенной и ничего нет. Дерево связывает землю, где живут люди, с небом, где живут боги, и с подземным миром. На небе боги построили себе деревню Асгард. Там воздвигнуто святилище с двенадцатью тронами для богов и престолом для самого главного из них – Одина. Святилище – это из чистого золота и называется чертог радости. На земле над корнями и гадросселя живут люди. Вокруг обжитых ими мест боги воздвигнули крепостные стены – Мидгард. Ведь за ними простираются холодные каменные горы, где живут враждебные людям великаны. А еще дальше, за горами – океан, в котором обитает чудовище Эрмунгард. Для того, чтобы небо не упало, его поддерживают четыре карлика-цверги, имена которых север, юг, восток и запад. А под корнями дерево – холодное, как полярные льды, царство мертвых – Хель. Мировое древо – Арбор Мунди и Гадроссель – это и есть наша Вселенная. Ось мира – Аксис Мунди, которая прослеживается так же, как и дерево мира во всех культурах, практически во всех мифологиях и религиях – это его ствол. И в Антарктике прячут ось мира. И нас не пускают в центр Земли, чтобы мы не нашли ось мира. Нас изолировали и внушили вранье о каком-то космосе, чтобы мы были убеждены, что мы одиноки, живем на шарике, в холодном космосе и вокруг никого нет. Хотя на самом деле у нас очень много сетей. На ось мира, которая находится на так называемом Южном полюсе, указывает и компас багуа – люпань, который типа используется в фэн-шуй для гармонизации пространства. Ребята, никто не станет выдумывать функциональный предмет ради того, чтобы расставлять вазочки. У всего есть своя причина и следствие. И он указывает на ось мира. Кстати, видимо, глобальный предиктор над нами ржет, потому что в аэропорту Хьюстон, именно не Джорджи Буша, карта плоской земли, а посредине – дерево жизни, ось мира. Тоже самое в парке Сидней, только там это в виде фонтана и часов. Тоже самое в парке Сидней, только там это в виде фонтана и часов. Про логотип ООН я вообще молчу. То есть там плоская земля, которую огибает ветки мирового дерева и гадрасиль. Я еще раз повторяю, мы находимся на дереве. Наша земля находится на дереве. Ствол посередине, ось мира посередине нас туда не пускают. От нас это всячески хотят скрыть. Они даже не потрудились сфабриковать аэрофотосъемку этой местности, центра земли, там, где находится ось. Если зайти в Google Maps или Google Earth, просто можно увидеть стянутые к центру пиксели. Я как человек, прекрасно владеющий фотошопом, понимаю, что тот, кто там сидит, он даже не старается скрыть ложь. Либо это такой квест, который нужно пройти. Я еще не поняла. Либо они специально оставляют какие-то зацепки, чтобы мы прошли этот квест. Итак, опираясь на ту же скандинавскую мифологию, давайте рассмотрим схематично, как устроена наша Вселенная. Медгард — это мы. Это то, что нам впаривают, как планета Земля. Имеет форму более-менее плоского диска, по краям окруженный ледом, ледяной стеной. Да, как в «Игре престолов», никто не был за стеной. И посредине ось мира, то есть ствол дерева жизни. Над нами летают Солнце и Луна. Не только здоровенное Солнце, а маленькая лампочка, которая светит нам днем. Символ Инь-Янь, один из самых древних символов, это прекрасно иллюстрирует. То есть движение небесных светил над плоской землей Медгард. Что интересно, что Медгард окружен водой, в которой плавает огромная змея Эрмундгард. Тот же Левиафан, тот же символ Уроборос, один из самых древних символов, прекрасно это иллюстрирует. Почему я так спокойно говорю о том, что вокруг нас плавает здоровенная змея? Да потому что я понимаю, что дело здесь не в размере. И я понимаю, что для кого-то, например, для какой-то инфузории, я вообще даже не существую. Потому что она не в состоянии просто вообразить меня даже, скорее всего. Поэтому то, что Бог, Создатель, поселил в наш террариум змею, я вполне допускаю. И я допускаю, что она настолько огромная, что увидя ее, мы даже не поняли бы, это дно океана или это ее тело. Это к вопросу, откуда цунами. Кстати, к вопросу о Создателе. Нет, это не он глобальный предиктор, это не он нас имеет. Итак, еще раз. За океаном Мидгард окружен ледяной стеной. А за стеной мир, согласно мифологии, мир хтонических чудовищ. Что-то наподобие Монако и Франции. То есть, можно сказать, что вот эти ютунхеймцы, которые, по идее, и являются теми, кто держит нашу человеческую ферму, устроили себе курорт вокруг нашего участка. И туда вывозятся все полезные ископаемые. Это для них существуют роддомы, откуда вывозятся плаценты и эмбрионы. И возвращаясь к вопросу о столовых горах, коими являются спиленные, огромные деревья. Я хочу заметить, что деревья не просто спилили, их обтесали. И следы от роторных экскаваторов там явно видны. Зачем их обтесали, как вы думаете? Они обтесали, скорее всего, не деревья, а ветки. Ветки и Гадрасиля. Потому что, зная бы мы о существовании таких огромных веток, пусть даже окаменелых после Кремниевой эры, мы бы задались вопросом, что где мы вообще находимся? Может быть, есть что-то под нами, над нами? У них бы не получилось создать иллюзию изоляции. Поэтому они спилили их и обработали экскаваторами, чтобы убить, чтобы они не давали ростков. Чтобы мы никогда не пытались попасть в середину мира. То есть не могли найти Аксис Мунди, ось мира, которая ведет куда? Согласно скандинавской мифологии, в Асгард. То есть в обитель богов. Перевожу. Место, где живут топ-менеджеры по-нашему. Да. Развитые существа, которых мы называем богами. То, что нам преподносят, как рай. Рай и просветление, молочные реки и кисельные берега, это все реально в нашем физическом мире. Да, просто нас туда не пускают. Современная наука опозвала Асгард планетой Меркурий. Дальше Ванахейм. Ваны. Вторая группа богов. Как я понимаю, они с Асами все время ругались, смирились, ругались, смирились. Чудесное место – это наши соседи сбоку. Нам это впаривают, как некую планету Венеру. Потому что скрыть – это сложно. Родовая память и генетическая память, она так или иначе работает и делает свое дело. Иначе бы я этого всего не вспомнила. Но исказить и заменить правду ложью – вполне себе отличный вариант. Он отлично сработал. И да, Ванны и Ассы – народы более развитые, чем мы. И технологии, коими они владеют, мы называем магией. Например, я скажу, что все эти сказки, в которых люди общаются через блюдца, волшебные зеркальца и так далее – это просто скайп. Это просто скайп, который мы тогда не поняли. Далее у нас идет Муспельхайм – родина огня и огненных великанов. Нам впаривают, как Марс. По легендам, из искр Муспельхайма появились звезды на небе. Асы, которые живут в Асгарде, из искр Муспельхайма создали звезды на нашем небе. Для тех, кто не знает звезды на нашем небе, это просто лампочки, которые иногда падают. Ссылка на статью в описании. Я перевожу, что это значит. В этом мире, в Муспельхайме, находится завод, в котором производили лампы, которые закрепили у нас, и которые мы называем звездами. Старт Альфахейм. Старт Альфахейм. Очень интересно рассказать об этом мире, потому что он находится в корнях дерева Игодросил. И само название Старт Альфа, Начало Жизни, уже говорит нам о том, что оттуда все начинается. Это родина гномов и темных эльфов. Я объясню, что климатические условия в той стране сделали людей, видимо, коренастыми низкорослыми и с кожей, отличающиеся от нашей. Поэтому нам они кажутся гномами, эльфами и так далее. Итак, Старт Альфа, корень СТР, нам это впаривают, как планету Сатурн. И что интересно, давайте вспомним праздник Сатурналии, который праздновали якобы древние римляни. Праздник приходился на вторую половину декабря. Был связан со сбором урожаем, концом жатвы. Это был праздник в честь плодородия и земледелия. Почему? Потому что мир находится в корнях дерева и гадрасиль. И потому что от корней все зависит. И если наши соседи снизу будут недовольны, то будет плохо всем. Потому что дерево умрет, сгниет и так далее. Поэтому мы каждый год праздновали праздник Сатурналии, который сопровождался жертвоприношениями, обменом, подарками, пьянством, буйством и так далее. Я объясню. Жертвоприношения, они не приносятся просто так. Так же, как и компас. Люпань не указывает туда, куда вазочки нужно вставить. Нет. У каждого действия есть причина и следствие. И жертвоприношение, это была дань, честь старта Альфа Хейма. Чтобы задобрить их, дать взятку. Просто дарить подарками, чтобы они нас как-то не трогали. Или чтобы они нормально себя вели с нашим прекрасным деревом. Понимаете? После того, как к власти пришли вот эти вот друзья из Йотунхейма. Точнее, враги. И жертву уже некому было приносить. То есть нам не нужно было задабривать старт Альфа Хейм. Люди все равно продолжали праздновать Сатурналии. И церковь пыталась искоренить эту традицию. Но искоренить ее не так просто. И поэтому сегодня мы празднуем что? Новый год и Рождество. Как ни крути, генетическая память, она работает. И такую традицию просто так не искоренишь. Но самое смешное, то что мы каждый год устанавливаем у себя дома модель Вселенной. Я объясню. Новогодняя елка – это не просто символ бессмертия. Это модель нашей Вселенной. Солнце, то самое большое Солнце наверху, это не Вифлеемская звезда, как нам говорят. Потому что празднование Рождества, оно установлено не Библией, а людьми. Церковь просто согласилась с празднованием Рождества. Они заменили Сатурналии на Рождество. И так, наверху у нас Солнце. Шары, стеклянные шары – это миры на дереве и гадрасиле, и звезды. Лампочки – это светило в мирах. И да, мы уже вообще не понимаем, что мы делаем. И мы уже не приносим жертвы, но мы все еще кладем подарки куда? Под елку, туда, где и находится Старт-Альфа-Хейм. Далее. Под Старт-Альфа-Хеймом находится Нифльхейм. Земля льдов и ледяных великанов – один из Первомиров. Я думаю, не стоит объяснять, почему это один из Первомиров. Потому что дерево растет из земли, а не из неба. Поэтому то, что в земле – подземный мир и является Первомиром. Потому что проросло семечко из земли. В середине Нифльхейма есть место, которое называется в мифологии «Кипящий котел», откуда протекает куча рек. Под Нифльхеймом находится Хеллхейм. То, что нам впаривают как ад. Итак, мы это знаем как ад, аид, ну или уран. По-моему, уран, да. Да, по-моему, нам впаривают его как уран. Я объясню. Никто не хочет жить в подземелье, рядом с кипящим котлом, рядом со здоровенными червями, скалопендрами и разными ползучими гадами. Поэтому назвать это адом – это вполне уместно. Опять же обратимся к генетической памяти. Почему у нас вызывают отвращение разные ползучие гады? Ну, казалось бы, что тут такого? То есть проблема же только в нашей оценке. Ну, какая разница между той же скалопендрой, к примеру, и кошечкой? Ну, какая разница? Только форма. Но нет, мы испытываем отвращение. Мы люди другие. И для нас их мир является адом. Я пропустила Люс Альфа Хейм и Альфа Хейм, что по идее является Луной. Люс Альфа Хейм и Альфа Хейм – это родина эльфов, фей. Ну, то, что нам преподносят в сказках, как эльфы и феи. И, на мой взгляд, они живут в Луне. Когда я разложила дерево Эгдрасиля на дерево Сефирот, а потом посмотрела последовательность в картах Таро, то сначала идёт Шут, глупец, потом Мак, следующая Верховная Жрица, символ которой Луна. Что такое наше Солнце? Наше Солнце – это, на мой взгляд, веб-камера Бога. Оно не просто нам светит, он ещё и за нами наблюдает. А на мой взгляд, Солнце – то самое большое Солнце, не эта маленькая лампочка наша, а Солнце, которое, по легендам, находится над Кроной и Гадрасиле, то есть над Асгардом. Это и есть глаз Бога, всевидящее око. То, что так называемые иллюминаты, масоны используют как свой логотип, не стесняясь слогана «In God we trust», что значит «На Бога уповаем». Сработал тот же принцип. Хочешь что-то спрятать, положи на самое видное место, и никто не догадается. То, что мы знаем на сегодняшний день о мире, истории, науке, можно смело переворачивать наоборот. Вот у меня теперь такой метод в исследованиях. Я, если вижу какую-то официальную версию, я просто переворачиваю её наоборот, и, как правило, это оказывается правдой. Ну или хотя бы близко к правде. Итак, если мы переложим схему миров и Гадрасиля на дерево Сефирот, то мы увидим, что в дереве Сефирот отражена последовательность в устройстве нашего мира, нашего тела, нашего разума и нашей цепочки ДНК. Дерево Сефирот схематично иллюстрирует устройство нашего мира. А карты Таро, ну, это наша история в картинках. Истина, она всегда была у нас перед глазами. Мы настолько слепые, настолько пьяные. И это не наша вина. Нас с детства намеренно превращают в ресурс. В животное, недумающее животное. Что такое мудрость? Мудрость — это баланс. Поэтому какая по форме Земля? Разве это важно? Ну, скорее всего, наш террариум находится в шарике. Ходим мы по плоской поверхности. Схематично наша Вселенная сотовая, потому что шестигранник — это универсальная модель нашей Вселенной. То есть ты, как единица, и шесть, чего бы то ни было. Отсюда же концепция семи желаний. Еда, секс, семья, деньги, богатство, власть, знания, мудрость. Шестигранник — это кластер, это шаблон. Вокруг одного яблочка только шесть поместятся, если они одинаковые по размеру. Так что соты — это универсальная модель. Вот так вот. Теперь я понимаю фразу «Не выходя со двора, можно познать мир». Такие фильмы, как «Матрица» прекрасно иллюстрируют метафорически то, что с нами происходит. Нас, да, имеют с рождений до смерти. Нас не считают за каких-то разумных существ. Мы животные, ресурс, батарейки, как угодно можно называть. И да, я прекрасно теперь понимаю фразу из «Матрицы», то, что они не освобождают разум взрослых людей, потому что разум цепляется за привычное. Вкратце, с нашей Землей произошло примерно то же самое, что и в фильме «Аватар». Поэтому, собственно, нам его показали. Еще один способ скрыть ложь — это выложить ее на поверхность. Еще раз повторяю, система не заточена под то, чтобы ты был счастлив. Система заточена под то, чтобы батарейка работала эффективно. Все. Ты — ресурс, ты — батарейка. Ты не свободен. Я хочу быть свободной. Я хочу домой. А ты? Да, это квест, который нужно пройти. Да. Наше тело — это очки виртуальной реальности. Но мы никогда не пройдем этот квест, и никогда не проснемся от этого сна, если не поймем, как устроен этот мир. Первым делом нужно найти ось мира. А находится она в центре Медгарда. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»